От современной музыки до старинных песен министрелей, а еще джаз, ритмы танго и многое другое. Все смешалось на аллее возле большой сцены. Марафон классической музыки, прошедший выходные в городском парке, вышел далеко за рамки классической музыки. В ожидании уфимских гостей своими талантами публику удивляли местные художественные коллективы. Мы из детской школы искусств села Амзя. Все эти инструменты называются блок-флейты, хотя они разного размера. Это уже стилизация под древние, но вообще на подобных инструментах играли с самых-самых дальних времен. И родственниками этих инструментов являются и вистлы, и свирели, и дудочки. Проект под названием «Марафон классической музыки» был впервые проведен в прошлом году в Уфе. В этом году организаторы решили расширить его до масштабов региона. В течение недели духовой оркестр Уфимского городского центра культуры принимали крупные города республики. Подобных проектов у нас в регионе практически нет, но сама идея далеко не новая. Для нашей республики это было новинкой, можно сказать. Если мы, например, сравниваем Европу, другие страны, там все же есть такие мероприятия, такие проекты. И вот я много езжу по миру, и я решила посмотреть, показать у нас тоже нашим жителям, почему бы и нет, тем более классику. Культуре можно приобщать по-разному, да ведь? И ненавязчиво, конечно, через классическую музыку. Это очень даже хорошая идея, я считаю. В программу вошли не только классические произведения. Специально для пришедших звучала музыка Шестаковича, Хачатуряна, Дунаевского, песня «Военных лет» и мелодия из известных кинофильмов «Музыка». Как и сама идея симфонического оркестра под открытым небом пришлась по вкусу как нефтекамцам, так и гостям города. Мы не нефтекамские, мы приехали встретиться с друзьями, и поэтому мы ничего кроме этого не видели, но нам очень нравится. У нас встреча. Да, мы рады, что вот в нефтекамске такие концерты и так хорошо. Восхождение хорошее, желательно побольше таких мероприятий. В нашем городе такого очень мало. Нам нравится то, что здесь живая музыка, что пришли люди посмотреть на это, это очень радует. Думаю, что такие акции будут проводиться почаще, чтобы фестиваль принимала больше обороты, чтобы люди знали и слушали больше такую красивую классическую музыку. Концерт, длившийся два часа, завершился необычным дымовым салютом. Всего же за время марафона оркестр посетил четыре города. Помимо нефтекамска, его также горячо встречали и Шимбай, Октябрьский и Стерлитамак. Глядя на успех этого турнея, организаторы уже пообещали сделать фестиваль ежегодным и расширить его масштабы за пределы региона. Резидент Садридинова, Денис Кузнецов, Время новостей.